всем привет с вами саша и в этом видео расскажу о том когда же делать пересадку делать ли вообще пересадку стоит ли вообще пересадка волос своих денег дело в том что сейчас в соцсетях в интернете распространяется очень сильный нарратив о том что сделаешь себе пересадку волос и все все твои проблемы совпадения волос решены но регулярно своих видео я развенчиваю этот вид и продолжаю его развенчивание продолжает мне приходить вопросы по этому поводу дело в том что порядка 30-40 процентов людей которые в принципе ко мне приходят на консультацию они приходят после пересадки волос зачастую после неудачной пересадки волос или после того как прошел так скажем срок годности пересадки волос врачи которые делают вам пересадку за 1000 за 2 за 3 за 5 тысяч долларов они вам не скажут правду они распространяют нарратив что вот ты пересадил волосы и все они у тебя росли то есть за все время я встречал ну с десяток людей на консультациях которые ко мне приходили у которых были хорошее качество волос при том что они все равно используют консервативное лечение если вы хотите чтобы я лично разобрал ваш случай чтобы вы поняли делать его пересадку волосы не делать помог вам составлением вашего стака противопадения плохом с вашей передней линии помог вам с подором клиники пишите мне в telegram я отвечу на все интересующие вас вопросы я провел больше ста консультации как минимум треть из которых была с людьми которые уже пересадили все волосы или собираются их пересаживать то есть реальность обстоит таким образом что у вас только 20 процентов удачных пересадок еще 20 процентов пересадок удачные первые два года 20 процентов еще удачные там где-то пять лет и 40 процентов 60 процентов пересадок это все неудачные пересадки волос где-то у вас организм не вывез где-то у вас плохой хирург попался где-то просто в неудачное время сделали пересадку или сделали пересадку волосы не пили это консервативным лечением это всегда заканчивается очень плохо поэтому я топлю за то я не являюсь противником пересадок я всегда топлю за то чтобы пересадка являлась так скажем одним из этапов вашей терапии против выпадения волос потому что пересадку есть смысл делать когда у вас стадия выпадения после 4 паноруда если у вас выпадение 1 2 3 стадии волос эти стадии можно откатить и откатить довольно-таки удачно особенно если вы никогда не использовали минных сидел если вы никогда не использовали фенастерид то есть ваш результат будет очень хороший уже через год пользование консервативного лечения если вы думаете что вы потратите 2-3 тысячи долларов на свою пересадку волос за пару недель закройте этот момент это работает не таким образом то есть вы потратите неделю на то чтобы сделать пересадку волос если вы уедете куда-то вы будете отходить какое-то количество времени потом только год у вас будут волосы отрастать и вы будете как ободранная липка то есть не все себе могут позволить ходить с пересаженными волосами что это особенно если у вас там офисная работа ваша работа стоит в том чтобы постоянно взаимодействовать с людьми это первым любое консервативное лечение она отлично встраивается в любую рутину на консервативное лечение ваш так в среднем будет стоить 1000 долларов на год а может и на два года терапии противопадения волос и она идеально встраивается вашу рутину то есть это то что вы делаете перед сном и делаете после того как вы почистили зубы это не мешает вам общаться с людьми ходить в офис там и так далее поэтому 10 раз подумайте прежде чем делать пересадку волос если вы собираетесь или используйте консервативное лечение вам очень сильно поможет таблица на бусте там все возможные варианты средств противопадения волос там все возможны анализы которые вы можете сдать также если вы используете финансерид или собираетесь использовать там разные психологические тесты там тесты на вашу половую конституцию которые абсолютно точно помогут вам принять решение плюс там отдельная вкладка со всякими типсами которые также полезны тем людям которые страдают выпадением волос спасибо что смотрели это видео до конца подписывайтесь на канал ставьте лайк оставьте комментарий у меня есть бусти у меня есть телеграм-канал до новых встреч